Привет! Меня зовут Светлана. На календаре 6 ноября 2021 года и на канале очередное отчётно-развлекательное видео. Сегодня в программе. В начале видео, как обычно, будет отчёт по вышивке за прошедшую неделю. Итоги впечатления. Во второй части видео, следуя сложившейся на канале традиции, наш клуб любителей рукодельничать, путешествуя по Средневековью, распахнёт свои двери. Сегодня, друзья, мы отправимся в 1284 год в немецкий город Гамель, известный всему миру, потому что в нём появилась знаменитая легенда о гамельском крысолове. Это тайна, которую не могут разгадать более 700 лет. Старая жутковатая немецкая легенда о загадочном мастере, владевшем магической дудочкой, хорошо известна во всём мире. Но пока, друзья, вернёмся к первой части повества... видео. На прошлой неделе я вышивала две работы. Основную картинку, которую я вышивала, вы видите сейчас перед собой, превью, так сказать. Бликует свет, плохо видно нашу героиню. Третью... О, вот так вроде бы лучше. И вторая работа тематическая, новогодняя. Не за горами праздник, который любят и отмечают, мне кажется, во всём мире. И вот я готовлюсь к празднику. Вышиваю заготовочки к новогодним игрушкам ёлочным. И вот очередная Дед Мороз. Такая мне напоминает винтажную открытку старинную. Такая девочка. Держит две большие куклы, которые, видимо, Дед Мороз подарил. Ну, счастливая Дед Мороз, какой красавчик. Здесь он держит, ну, понятно, я ещё не закончила, ствол ёлки. Она такая будет большая, пушистая, зелёная. Я сейчас покажу. У меня есть схемка. Вот она. Вот такой будет Дед Мороз. Девочка с куклами. Замечательная, на мой взгляд, открыточка. Вышивка, игрушечка. Правда, она будет немножко великовата. Вот моя ладонь. По сравнению с такой будет игрушечкой. Ну, ничего. Что-то придумаем. Каунт великоват, наверное, для такой игрушечки. Но мне нравится. Ну, понятно, бэка будет много. Поэтому сейчас выглядит невзрачно, конечно, вышивка. Всё расплывчато, непонятно, некрасиво. Потому что одна четвёртая крестика, стежки использовались в вышивке. Такие ёжики некрасивые. Вот они. Ой, даже и не могу показать вам. Ну, вот здесь, где голова куколки, идёт девочки. Ну, в общем, когда будет закончена полностью работа, понятно, я представлю её вашему взору. Ну, вот такая очередная заготовочка. Мне осталось вышить ёлочку и немного фон будет голубой. Вот такая будет игрушечка. Кругленькая и красивая. Винтажная открыточка вышитая. Очень мне понравилась. Да, много использовалась. Сейчас хочу вам показать. Ключ – это что-то. Вот он ключ, друзья. Ну, здесь я, правда, заменяла ниточки. Те, которые у меня есть. Подбирала по цветам. Вот такой ключ. Масса задействована символов, цветов. Одна четвёртая, одна вторая крестика. Стишки. Ну, и бэкстич, понятно. Без него никуда. Ну, вот так, друзья. Перейдём к моей любимой мелодии и картины. Напомню, я вышиваю картину, которая называется «Любимая мелодия». Схему для неё разработала творческая мастерская «Артель Белый кролик». Они, в свою очередь, разработали схему по картине известного итальянского художника Евгению Эдуардо Зампиги. Схема, напомню, большая, как для меня. Это 576 на 420 стежков. Я вышиваю крестиком в две ниточки, в два сложения. Цветов задействовала на 200. Из них 102 бленда. Бленды я приветствую в вышивке. Они меня никоим образом не напрягают, не расстраивают, не утомляют. Абсолютно не вижу разницы. Одна ниточка в два сложения, либо две ниточки заряжены в иголочку. Зато, я думаю, это даёт простор, большие возможности для дизайнера. Чтобы цвета не воевали на вышивке друг с другом, а плавно вписывались один в другой. Переходы были плавными, понятными, естественными. Ну и логичными, да? Поэтому я ничего не имею против блендов, а также против единичек. Много очень, повторюсь, единичек, двушек, трёшек и так далее. 11, 12, 21, 27, 32 и так далее. Я считаю, что на выделенной части в 2000 стежков больше всего одним символом может вышиваться 100 с небольшим крестиком. Вот такое смешание цветов. Ну, понятно, уровень сложности пятый из пяти заявленных, поэтому всё принимаю, понимаю, приветствую. Если это результат даёт потрясающий, естественный, натуральный и максимально приближённый к исходнику, я только за. Буду вышивать. Ну, вот так. Ниточки использую по ключу, как заявил дизайнер, ниточки ДМС, потому что у меня не настолько большой опыт, чтобы я могла заменять ниточки ДМС какими-то другими, поэтому я неуклонно следую рекомендациям дизайнера. Вот так. Всё на результат. И для результата. Ну, так, сейчас хотела уже переходить к вышивке, но покажу пока картинка перед нами, где мы с вами находимся. Значит, если картинку разбить на три части, раз, два, три, то мы находимся в первой левой, то есть одна третья картинки, с левой стороны. Я вышиваю вниз полосками. Вот вышла, вышла, одну третью картины вышиваю. И сейчас мы находимся уже, можно сказать, ближе к нижней левой части. Захватываем скатерть, кувшин, курочку-пеструшку, уже немножко, небольшая часть ботиночек, готовы чулочки Джузеппе, ножки стола, кувшинчик или бетончик для воды, по моему разумению. Затем идёт комод старинный, наша героиня розочка, с её пресловутым всевидящим око, горшочек с кашей, стена, нуждающаяся в ремонте остро, захватываем тень от ситечка и вверх до упора. То есть вот эту часть почти, можно сказать, вот третья часть картины. Вышито 27,3%. Уже в крестиках 66200 с чем-то. Вот так. Там единицы я уже не складывала. Ну, перейдём к вышивке, да? Пока в сторону отложим картинку. И вот он, наш голубчик. Привет, Джузеппе! Розочка! Так, друзья, ну теперь, чтобы мне показать ту часть, которую я вышивала, мне придётся взять вас на руки, ну и, понятно, слегонца поукачивать. Закройте глаза. И опа! Вот. Наш голубчик. Вот они, ножки. Джузеппе в чулочках. У меня такое ощущение, что у него под основными чулочками тёпленькие небольшие носочки надеты. И вот складочки видно. Всё как на картинке. Ну, молодцы! Девочки, дизайнеры, большое вам спасибо! Не знаю, смотрят они или нет, знают или нет, но молодцы! Мне на сегодняшний день очень нравится, как они проработали. Вот можно даже обратить внимание на резную ножку стола. Ну, потрясающий результат! Это дальняя ножка, вот ближняя. Молодцы! Эти чулочки, носочки, естественно, как натуральная складочка, как всё аккуратно. Тень от одной ножки на другую ложится, мягко, понятно. Ну, мне очень нравится. И бетончик вот этот старинный, с ручкой для воды. Вот крепёж. Всё проработано. Даже вот такие детали второстепенные, казалось бы, не исказили ни на сколько они пока на данный момент картину Евгеньева. Как он её представил, так девочки стараются следовать кисти художника, за что им спасибо. Поэтому, конечно, видимо, чтобы максимально сделать всё натурально, естественно, эти переходы, эту всю плавность, объём, конечно, нужны единички, бленды и всё прочее. Ну, конечно, мы же хотим результат. Я первый раз вышиваю по схеме артели белый кролик. Поэтому, конечно, я каждый раз переживаю, думаю, а как дальше будет? А как дальше? Вот сейчас хорошо, хорошо. А вдруг курочки будут что-то пятнами, непонятными или ещё что-то? А нет? Ну, пока вот горлышко от кувшина, насколько всё чётко, понятно. Молодцы! Всё как у художника. Очень нравится мне, как девочки постарались, проработали. А ну, кто ж? Сейчас я ещё раз напомню, кто это сделал. Дизайнер Ольга Смирнова, редактор Виктория Звягинцева. Молодцы! И вот, посмотрите, картина художника. Вот его носочки, чулочки, тоже вот такая складочка идёт у него. И вот девочки сделали тоже мягкую, такую плавную складочку, как она естественно смотрится. Так и кажется, что там пододет у него более тёплый какой-то носочек, чтоб ножки не мёрзли, а сверху надеты праздничные, наверное, чулочки у него. Ну, молодцы! Вот сколько времени затрачиваешь и понятно становится, что всё не зря и что результат впоследствии годами будет радовать. Ну вот, друзья, и как мы можем видеть с вами, Джузеппе ожидает перемотка. Всё, я дальше, мне уже вышивать неудобно. Нужно сматывать лучезарную улыбку. Розочка притихла, приуныла. Джузеппе, как же мы будем? Ну, не переживай, розочка. Буду стараться побыстрее, просто уже бы было, конечно, результат побольше. Это понятно. Ну, времени сейчас больше уделяю, конечно, новогодним заготовочкам. Ну, ничего. Вернусь затем вплотную. но всё равно тихим сапом продвигаемся. Вот такое ведёрко старинное или бетончик. Я помню, меня раньше тоже в магазин отправлялись бетончиком по молочку. Летом квас ходила покупать. Папа очень любил квасок из бочки холодненькие. Так что вот так и Джузеппе тоже, видимо, с бетончиком. С вот этим кувшинчиком. Вот его ручка. Ещё раз покажу. Что-то в нём доставляет домой. Ну, вот так, друзья. А ну, Джузеппе, давай немножко тебе приподниму. Да, там шнуры пошли. Всё. Голубчик, до встречи. Буду его перематывать. Ну, надеюсь, что розочка ещё будет с нами оставаться. Смотреть на наше продвижение. Ну, вот такие, друзья, результаты, впечатления. Так, всё я вам вроде бы рассказала, да, я же сказала, около трёх тысяч, две семьсот, по-моему, с чем-то, если я не ошибаюсь, было вышито на этой картине за прошедшие несколько дней. заготовка. Вот так. И заготовка для новогодней игрушки. Ну, всё, друзья, средневековье ждёт, двери нам распахнуло и замерло в нетерпении. так что берём всё необходимое. Я походу буду вставлять тематические картинки, постараюсь. Так что, в случае чего, посматривайте на экран. Настраиваемся на нужный лад и отправляемся в Средневековье. Легенда о Гамельском крысолове. Есть города, всемирную славу которым принесли легенды и сказки. Город Бремен знаменит благодаря небольшой сказке братьев Грим бременские музыканты. Славу Багдада немалую лепту внёс багдадский вор. Немецкий город Гамель известен всему миру, потому что в нём появилась знаменитая легенда о Гамельском крысолове. Это тайна, которую не могут разгадать более 700 лет. Старая, жутковатая немецкая легенда о загадочном мастере эротизации из Гамельна, владевшем магической дудочкой, хорошо известна во всём мире. она гласит, что летом 1284 года в немецком городке Гамельне расплодились крысы, и стало их так много, что куда не пойдёшь, на крысу наткнёшься, так что лучше и вовсе никуда не ходить. Убоялись коты, а вслед за тем убоялись люди. Ни молебны не помогали, ни амулеты охранительные, и было объявлено повсюду. Кто избавит славный город Гамельн от крыс, получит от магистрата столько золота, сколько сможет унести. И тогда нашёлся бродячий музыкант, который сказал, что может извести крыс. Заиграл крысолов на волшебной дудочке и пошли за ним крысы, как сонные или будто в помрачении. Все до единой вышли за пределы города, и крысолов привёл их к реке Везер. Влекомые волшебной музыкой крысы вошли в реку и утонули. Но обещанной платы за работу славный музыкант не получил. Жадный магистрат не захотел платить крысолову, ведь крыс в городе уже не было. И тогда на следующую ночь крысолов жестоко отплатил жителям Гамельна за обман. Он заиграл снова, и тогда дети вышли из всех домов города и пошли за ним. Их больше. никогда не видели. Лет пятьсот эта история существовала в устной форме, обрастая фольклорными подробностями, пока не было изложено в изданной братьями Гримм книги немецкие сказания. Первый стихотворный отклик на нее принадлежит Гетте, его крысолом написан в самом начале девятнадцатого века. Преамбула не излагается, в Германии это было излишним. Герой стихов, как и положено в сказке, является троекратно, и звуками флейты уводит за собой сперва крыс, потом детей, а затем и женщин. Совершенно в духе романтических представлений о необоримости искусства и его воздействии на незамутненный обывательством души. Это была реакция на французскую революцию, всколыхнувшую Европу и вызвавшую цепную реакцию социальных потрясений длиною в три четверти века. Искусство виделось единственной возможностью сберечь духовные ценности, увести от беды тех, кто способен его слышать. Кому, быть может, предстоит творить иную будущую жизнь. Для этого писали своих крысоловов и полузабытый ныне немец Карл Зимрак и знаменитый англичанин Роберт Браунин. А затем уже на изолете всяческих революций Гейны сочинил бродячих крыс, заселив рушащийся мир непримиримо враждующими крысами оседлобуржуазными и крысами-люмпенами. Можно вспомнить и о страстном крысоломе Цветаевой, видя в нем слияние всех прежних линий. И крысолов Александра Грина, непосредственно предшествующий Цветаевской поэме, тоже коренится в тех же трагических событиях российской истории. И музыканты Сен-Мэрии, написанные в самом начале 1914 года Гиомом Аполинером. И поэма, скорее даже баллада «Гаминский волынщик» Георгия Шенгелия, написанная в 1926 году. Список «Можно продолжать и продолжать». Вопросительный знак это состарившийся восклицательный, говаривал Сигизмунд Крыжжановский, где предкам виделись ответы, потомки обнаруживают вопросы. Рассказывая историю Гаминского крысолова, никто обычно не задается вопросом, откуда он пришел и кем был на самом деле. Был ли это обыкновенный странствующий министраль, министрель, маг, или же к людям пришло существо демоническое? И вообще, был ли мальчик? И куда увели детей? Что произошло на самом деле? Может быть случилась буря? Может обвал в горах? как раз тогда, когда в город пришел бродячий музыкант? Никто этого не знает. Невозможно определить меру правды и вымысла в легенде. Согласно одному варианту предания, все дети утонули в ветере, по-другому скрылись в глубине горы Копенберг. Есть и такой вариант. Все дети прошли сквозь горы и оказались далеко от родного города в Трансильвании. В пользу реальности истории, положенной в основу сказания крысоловья из Гамельна, свидетельствует тот факт, что на городской ратуше этого города была сделана надпись в 1284 в день Иоанна и Павла, одетый в пестрые покровы чародей крысолов, выманил из Гамельна звуками своей флейты 130 рожденных в Гамельне детей на Копен, близ Кальварии. И все они до одного погибли в глубине земли. Правда, сделана она была гораздо позже событий, которые легли в основу легенды. И автор текста уж точно являлся очевидцем роковых событий. Немецкий археолог Вольтраут Веллер пришла к выводу, что Копен, где произошла катастрофа, судя по всему, должен был находиться на достаточном отдалении от стен Гамельна. Вооруженная этой догадкой, она начала поиск и обнаружила в 15 километрах от Гамельна болотистую котловину, чертову дыру, стиснутую отвесными скалами и имевшую единственный вход через узкое ущелье. Есть еще версия, что детвора добралась до нужного им места, когда было уже темно, и скорее всего, дети попали в трясину чертовой дыры. И вот что интересно, в ближайшем поселке, который называется Копенбрюге, а давным-давно именовался Копенбург, от названия замка, построенного здесь в 1303 году, до сих пор жива молва о том, как некогда в чертовой дыре погибли какие-то люди. История с крысами, вероятно, приросла к легенде в гораздо поздних ее вариантах. А еще улица, по которой, как говорят, дети ушли из Гамельна, еще в 18 веке называлась беззвучной улицей. На ней никогда не раздавались звуки песен или музыкальных инструментов, а в центре Гамельна по сей день запрещена игра на каких бы то ни было музыкальных инструментах. В чем смысл этого сюжета? Кара за нарушение обещания. Но кто вправе налагать на город такую страшную кару? Вероятно, только Бог. Но о Боге в легенде нет ни слова. Впрочем, к слову о Богах. В античности был повелитель мышей крыс, он же покровитель искусств и бог музыки Аполлон. До своей интеграции в олимпийскую семью он был малоазийским лесным божеством. Одно из культовых прозвищ Аполлона – Мышины. Подобный эпитет сопутствует Аполлону уже и у Гомера. Гомеровские схоли поясняют его смысл с помощью следующей легенды. Мыши опустошали поля Хрисы в Малой Азии. Аполлон уничтожил их и приобрел соответствующий титул. Из в древности их практически не различали. Изображение Аполлона вместе с мышами присутствует на множестве малоазийских монет. В Хрисе был храм в честь Аполлона, в котором стояла статуя, изображавшая Бога, попирающего мышей своей ногой. И еще одна примечательная черта Аполлона – его жестокость. Когда Ниоба похвалилась своим многочадием, Аполлон и его сестра Артемида, мстя за свою мать оскорбленную Ниобой, перестреляли из луков всех детей неосторожной женщины. Не то двенадцать, не то двадцать. Ниоба от горя окаменела. Заметим, ее-то они не тронули, они только лишили ее преимущества – детей. Чудесный музыкант, властительный над мышами и крысами, мстит жадным бюргерам Гамельна, лишая их детей. Это может быть отдаленная трансформация Аполлоновского мифа. Многие средневековые легенды показывают, как реликты разрушенных мифологических систем могут воскресать и встраиваться в новые мифологические системы, порою утрачивая сакральный смысл, а порою сохраняя его в завуалированном виде. Крысоловы с Гамельна, например, отчасти имеющие сходство с Аполлоном, некоторые черты взял от бога демонического существа, одного из духов древнегерманской мифологии духа гор. Он представлялся в облике серой фигуры в хламиде, считался добродушным, но вспыльчивым, хорошим людям помогал, злым причинял разные неприятности, неся непогоду и обвалы, сбивая с пути и так далее. В общем, на флейте он не музицирован. Легенда легендой, но многие историки и представители других наук до сих пор считают, что 130 детей действительно покинули город. Считаю также, что сюжет легенды подсказан преданиями, имевшие в своем основе известный крестовый поход детей в 1212 году. Некоторые придерживаются мнения, что мальчиков и девочек увели за собой цыгане, отвлекающие внимание своим пением и танцами. Согласно же версии, которая представляется, пожалуй, самой реальной, детей переправили в осваивавшиеся в то время малозаселенные земли Моравии и Восточной Пруссии. Крыс не любили никогда. Они неведомые, загадочные, инакоживущие, опасные существа другого мира. Это знак страха иррационального и потому неодолимого, вне логики. Крысы что-то вроде автономных зверей среди людей, не дикие и не домашние. И любопытно, что войну с крысами ведут наемники человека, кошки, собаки. Вообще, крысы были страшной проблемой средневековья. Упоминания о вреде, причиняемом ими, часто встречаются в легендах и хрониках. Базельские анналы отмечали еще по 1271 годам. Крысы уничтожают зерно. Сильный голод. Но голод был не единственной проблемой, связанной с крысами. Из-за уничтожения христианами так называемых животных сатаной кошек, расплодившиеся крысы разнесли по всей Европе чумную блоху, отчего почти пол Европы погибло. Так что страх перед крысами древний страх. Не зная ничего об отсылах, люди в средние века просто заметили, что вслед за крысами в город приходила чума. Поэтому крысы считались вестниками беды и смерти. Так как кошки, как бесовские отродья христианами были практически изведены, и с крысами некому было бороться, то спонтанно появилась новая и столь необходимая в тех условиях профессия крысолова. Старинное гамельское сказание об обманутом лишенном вознаграждении крысолове и его месте городу, из которого он увел детей, связано со многими преданиями. И чтобы понять значение фигуры и поведения крысолова, необходимо обратиться к истории. Оказывается, музыкант, привлекший к себе крыс звуками флейты, имеет предшественников. Речь идет о заклинателях крыс, упоминания о деятельности которых имеются в разных средневековых свидетельствах. В иллюстрированной рукописи 1430 года книги о гениях и чудесах имеется 150 гравюр, изображающих повседневную жизнь того времени. Особенный интерес представляют те из них, на которых показаны сцены мистических обрядов заклинаний. Людей, занимающихся этим, называли заклинателями. Некоторые из них, подобно гамельскому крысолову, уводили крыс с помощью музыки. Другие делали это с помощью заклинаний или молитв. Так, в веймарской рукописи была изображена и сцена заклинания крыс. Перед юношей, одетым в готическом стиле, который держит пальцы правой руки особым образом, как бы приказывая или заклиная, находятся шесть жирных черных крыс. О многочисленных примерах заклинаний крыс сообщается в фольклорном собрании Корнеллисона «Мыши, крыс и фольклори», в котором собран богатый материал, особенно из Бельгии и Голландии. Например, сообщается о мельнике из местечка Дендербелле, который пожаловался нищему на вред, причиненный ему крысами. Нищий разломил картофелину, которую погрызли крысы, на две части и бросил ее на землю, после чего крысы появились из своих нор и процессией одна за другой покинули двор мельника. Власть людей-заклинателей над крысами считали данной дьяволом, и потому инквизиция при каждом удобном случае расправлялась с крысоловами. Но, видимо, не только дьявол мог наделить человека властью над серыми врагами. Позже церковь, как и во многих других случаях, использовала это суеверие. Часто заклинатели пользовались особым волшебным заклинанием или считающимся святым предметом. Например, Евангелием от Иоанна в качестве сильной молитвы. Например, среди европейских святых были те, что умели изгонять крыс. Святой Ульрих из Аусбруга, святой Магнус из Северной Швейцарии, а на северо-западе Германии святая Гертруда. Она даже изображалась как настоятельница, основанного ею во Фландрии монастыря, с посохом, по которому лезли крысы. Культ этой святой распространился через Весфалию до Нижней Саксонии. В известной работе Лаус Магнуса «История полуночных стран», которая появилась в 1555 году, автор в 16-й главе описывал, как на севере заботятся о том, чтобы мышей и крыс прогонять и уничтожать. На приложенной к тексту иллюстрации пожилой мужчина, он мышей и крыс из домов на разбитый лед прогоняет. Автор отмечает, что делается это при помощи возвышенных слов и знаков и поясняет, что подобное искусство наследуют от предков и сохраняют, чтобы бескорыстно служить людям. Правда, осторожно отмечает Магнус, неизвестно, откуда эта сила, но считается, что не от волшебства. Одаренные ею люди заходят в дом, чтобы затем из него вывести крыс и утопить. Какое используется для этого средства, не говорится, но автор не сомневается в достоверности этих сообщений. Вообще известен целый ряд преданий об изгнаниях крыс. Особенный интерес представляют те из них, в которых крысолов выманивает крыс звуками музыки, в особенности флейты. из их нор, чтобы повести за собой и уничтожить. Влияние музыкальных звуков на крыс является одним из немногих примеров воздействия музыки на определенные виды животных. Существуют сказания о греческом поэте Орионе, который привлекал дельфинов силой звуков, извлекаемых из морской раковины. А также все знают о факирах, которые с помощью дудки заставляют танцевать змей. Итак, в очень многих случаях, как мы видим, крысоловы не с помощью магии, а звуками музыки привлекали животных. Скорее всего, основой этих сказаний послужила объективная действительность, и этот вид крысоловства был основан на точном знании естественных процессов и их использовании в борьбе с крысами. В эпоху, когда еще не существовало научного естествознания, по понятным соображениям, крысоловам приписывалась магическая сила. Эту веру старались укрепить. Например, дудка, которой пользовался крысолов, как сообщает старицу в своем сочинении новое сокровище героя, была сделана из позвоночника короля крыс. Однако, именно эта таинственность стала роковой для ремесла крысоловов во времена Инквизиции. Из многих сочинений XVI века известно о преследовании и сжигании ведьм. Тогда же и погонщики мышей крысоловы попали в разряд колдунов, продавшихся дьяволу, и преследовались в судебном порядке. С тех пор стало опасным выступать в качестве крысолова. И постепенно это ремесло претерпело изменения, которые позволили в дальнейшем считать его непредосудительным с точки зрения церкви. Ну а со временем заклинатели сменили продавцы крысиного яда. Они, хотя и были намного прозаичнее, чем предшественники, но тоже вдохновили многих художников того времени. Краеведческий музей города Гамельна располагает множеством письменных документов, оригинальных гравюр и афортов XVI-XVIII веков, повествующих о продавцах крысиного яда. Эта профессия стала распространенной и общественно значимой, еще бы в средние века случались настоящие нашествия крыс, хотя и считалось малоуважаемой. И нам кажется, во многом это не слишком хорошее отношение объяснялось тем, что на продавцов крысиного яда пала тень их предшественников крысоловов, использовавшись, как считали окружающие, магию. Возможно, покупая яд и думая о том, как уничтожить зловредных грызунов, многие жители Европы невольно вспоминали гаминского крысолова. На Руси крысоловов называли хозяевами или повелителями крыс. Их услугами часто пользовались владельцы мельниц, где серый грызунов были целые полчища. Сын некоего мельника в начале двадцатого века вспоминал такой случай. Как-то на мельнице развелось великое множество крыс. Мельник съездил куда-то и привез сухонького мужичка. Тот обошел все закоулки, где водились крысы. При этом он стучал по полу и говорил «Ваш хозяин пришел, слушайте меня». Он велел распахнуть ворота, начертил круг на дороге и воткнул в его центре нож рукоятью в сторону от мельницы. Затем встал в этот круг и начал что-то шептать. Из всех щелей и дверей полезли крысы. Они убегали в полной тишине, без писка, в том направлении, куда указывала рукоять ножа. Круг с мужиком серая лавина обогнула. Ни одна крыса не ступила за черту. Расскажем еще об одном случае, известном со слова чевица. Это было в 1939 году. Один парень с товарищами ехал в кузове грузовой машины, и вдруг вся дорога оказалась покрыта крысами на километр вперед. Огромное количество крыс сдвигалось в полном молчании. На людей грызуны не обращали внимания, хотя могли одолеть и стадо коров. На вопрос «Откуда их столько?» в ответ прозвучало «Хозяин» выгнал из колхозных амбаров. «Хозяин»? «Человек один, которого они слушаются». Считалось, что хозяин крыс мог не только увезти надоедливых соседей, но и натравить их на неугодных ему людей. Легенда о гамельском крысолове пересекается еще с одной средневековой легендой. Читатель, конечно, помнит, что у Гоффмана в щелкунчике крысиный король о трех головах. Неужели сказочник девятнадцатого века сделал отрицательного персонажа злобным мутантом в духе современных боевиков? Нет, оказывается, своего короля Гоффман взял из старинных германских легенд, основанных на подлинном факте, хотя и очень редком. Существует всего около шестидесяти документально подтвержденных находок таких мутантов. Да и те одно время считали мистификацией. А мы приведем отрывок из средневековой немецкой книги «Кладовая крысиного короля». Коварное и мрачное существо владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелья, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь как человек с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза, подобные человеческим и даже не уступающие человеку, как его полный, хотя и не настоящий образ. Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами, доступными только им. Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнения и нашествия. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают, окружают роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии. Золото и серебро есть их любимейшая добыча, а также драгоценные камни, которым отведены хранилища под землей. Это безусловно легенда, но крысиный король не поэтическая выдумка сказочника и не мистификация, как полагали одно время ученые. О крысином короле мало кому известно, очень уж редко выходит он в свет. это загадка природы, вокруг которой много противоречивых и зловещих легенд. Король действительно существует как биологический факт или скорее казус. Это несколько крыс намертво сросшихся хвостами. Пожалуй, это единственное, что можно сказать наверняка. Долгое время ученые ломали головы над возникновением этой царственной особы. Вокруг этого загадочного явления возникло много фантастических историй. Согласно одной из них, в таком скоплении над всеми крысами доминирует огромных размеров крыса-король. В другой рассказывается, что это огромная малоподвижная масса крыс, объект заботы их сородичей. А стало быть, крысы, входящие в ее состав, живут по-королевски. Начиная со средних веков, упоминания о крысином короле встречаются в литературе по крайней мере 37 раз. Главным образом в немецких источниках. Возможно, крысы, спутанные хвостами, явление не столь редкое, но в силу своей малой подвижности такие животные должны были быстро становиться жертвой хищников. Версии, объясняющие происхождение крысиного короля, весьма разнообразны. Крысы скучиваются вместе в зимнее время, чтобы служить гнездом для детенышей и предотвратить замерзание хвостов. А вот другая версия. Чесотка заставляет крыс тереться хвостами, в результате чего они запутываются. Это происходит, когда молодые зверьки играют друг с другом в таком месте, где есть липкое вещество, разлитый клей, замазка, краска и так далее, и постепенно склеиваются хвостами. Сейчас известно, что крысята могут срастаться хвостиками еще в утробе матери или через какое-то время после рождения, пока хвостики еще мягкие и гибкие. Как правило, всю жизнь бок о бок в буквальном смысле проводят 37 крыс, но находили клубки из 42 и больше особей. В одной из лабораторий короля искусственно разделили. Составляющие его особи были обычными крысами, при таком нерядовом облике и редкости крысиный король создание или все же создание мистическое, окруженное противоречивыми и зловещими слухами. В средневековье его считали пособником дьявола, наделяли огромной властью и колдовской силой, способностью наводить мор, голод и стихийные бедствия. Думали так же, будто король способен превращаться в человека, что приписывается всем крысам, и исполнять желания. Находка короля крыс предвещала беду. Особенно тому бедолаге, чей сарай или кладовая приглянулись многоголовой крысе в качестве апартаментов. К тому же инквизиция вела непримиримую борьбу не только с королем, но и с хозяином кладовой. На человека, который нашел крысиного повелителя, горожане тоже смотрели косо, но при этом верили, если королю поклониться в пояс, то принесет такая встреча удачу и богатство. Если, конечно, нервы крепкие, не каждый может отвешивать церемониальные поклоны клубку крыс. Лишь немногие виднокланились, большинство сразу же уничтожали исчадье ада. Такой случай сохранился в городских хрониках Дармштадта. Люди нашли огромного крысиного короля, который распался на двух поменьше. Когда одного из них попытались убить, крысы сами перегрызли друг другу глотки. Другого короля бросили в огонь, и пламя окрасилось в зловещий зеленый цвет. Еще одно упоминание со слова «чевица». 1918 год. После Первой мировой войны крысы покидали город. Первые в процессе уносили на своих спинах крупную многоголовую тварь своего короля. Так что крысы не зря окружены различными легендами, странными мифами и смутными слухами. Крысиное чутье уникально. Недаром эти животные традиционно считаются вестниками беды. Они раньше других чувствуют опасность, и бегство с тонущего корабля не самый яркий показатель этого своеобразного таланта. Крысы предсказывали эпидемии, войны, катаклизмы. В сочетании с их способностью жить где угодно, высокой приспособляемостью и очень высокими для животных показателями интеллекта умножившиеся поголовья крыс и в нынешние времена вызывают ужас. Не бывает, чтобы эти твари плодились просто так. Крысы живут везде, где есть люди. Крысы хотят жить там, где живут люди. Не захотят ли они жить вместо людей? Неприятности, которые человечество претерпел от крыс, вероятно, стали одной из причин нашей традиционной неприязни к ним. А ведь крыса вполне заслуживает памятника от благодарного человечества за вклад в научные эксперименты. Ведь лабораторные или так называемые капюшонные породы, отличающиеся от помощных пасюков изысканной окраской от белой до голубой и оранжевой, прямые потомки обычных серых крыс. И миллионам из них приходится жертвовать своими жизнями на алтаре медицины. Крысы создания живучие и умные. И мы современными ядами и ловушками можем с ними бороться. Но найдется ли сегодня человек, который, как в старинной легенде, может освободить от крыс целый город? Я думаю, есть такие хозяева крыс. Ну, на сегодня все, друзья. Пишите комментарии, мне очень интересно ваше мнение. Ставьте лайки, дизлайки. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Встретимся в следующем видео. Ну, а пока пока! Пока!